Одна из составляющих высокой успеваемости в школе – это возможность получать там не только полноценные знания, но и питание. Оно должно быть сбалансированным, качественным и полезным для детей. С целью контроля соблюдения требований по организации школьного питания работает районный совет по питанию. На этой неделе состоялось первое заседание совета в новом учебном году. Вопрос, как кормят детей в школе, наверное, волнует каждого родителя. На занятиях учащиеся проводят большую часть дня, поэтому особенно важно, чтобы за это время у детей была возможность полноценного приема пищи – горячей, вкусной, качественно приготовленной. А это, в свою очередь, находится на постоянном контроле местных властей, в том числе, постоянно действующего в районе Межведомственного совета по питанию, в составе которого – директора школ, специалисты управления образования, комбината школьного питания, Роспотребнадзора, родители. На первом заседании совета в этом учебном году был рассмотрен целый ряд вопросов, в том числе и проблемных, касающихся организации горячего питания в школах района. Сегодня в школьных столовых питаются свыше 12 тысяч школьников, что составляет более 86% от общего числа учащихся. Оплата за питание складывается из родительских средств, а также дотации из районного и краевого бюджетов. Существует льгота для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Что касается последних, то расходы на оплату питания их детей, а это 270 ребят взял на себя комбинат школьного питания. У нас с вами задача сделать таким образом, чтобы процедура питания, она производилась в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Второе, чтобы это питание было сбалансированным, полноценным и самое главное горячим. Меню на самом деле сбалансировано, оно имеет определенную ценовую политику, которую родители придерживаются в своей оплате. И мы, самое главное в нашем районе, сохранили единую систему оплаты за питание. Сохраняя социальную направленность бюджета, мы компенсируем часть родительской оплаты за счет установления муниципальной составляющей выплаты. В этом году эта сумма составляет 8 рублей, плюс краевые средства в 10 рублей, которые идут у нас на организацию питания детей из многодетных семей. Контроль за соблюдением всех норм при организации детского питания в школах района – это не разовое мероприятие, а большая постоянная работа, которая ведется в течение всего учебного года. На особом контроле – качество продуктов питания и сам процесс приготовления. Во время подготовки школ к учебному году на средства районного и краевого бюджетов были улучшены условия деятельности нескольких пищеблоков, проведены капитальные ремонты, приобретено новое оборудование, обустроены обеденные залы. Что касается меню, то на заседании совета было отмечено, что оно разработано с учетом рекомендаций по здоровому питанию и является полноценным и сбалансированным для школьников. Уважаемые родители, если у вас есть вопросы по организации питания в школе, где учится ваш ребенок, вы можете обратиться на горячую линию управления образования – телефон 8-918-455-55-53 или к директору школы, поскольку в каждом образовательном учреждении действует свой совет по питанию. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».